Привет народ! Продолжаем серию видео про станок с ЧПУ. Сегодня, как и обещал, попробуем в реальном времени вырезать деталь. Для начала хотел бы показать некоторые первые пробы пера, которые получились самыми лучшими в процессе тестирования. Это самый первый результат. Еще небольшой пятиугольник. А вот так выглядели мои самые первые пробы. Как видно, не совсем точно был настроен станок, но как бы пробы и ошибки. Хотел бы также поговорить про те инструменты, которыми я буду пользоваться в процессе работы. Давайте начнем с фрез. В данном случае рассмотрим одноперьевые фрезы для пластика. Так выглядит 3-х миллиметровая фреза. Это 5-ти миллиметровая фреза, которой мы и будем сегодня работать. И 6-ти миллиметровая фреза для более крупных работ. Также хочу показать хорошее приобретение для людей, которые занимаются самодельным станкостроением. Это комплект из вот таких вот цанг небольших. Их есть 13 штук. От миллиметра до 7 миллиметров с шагом 0,5. И вот такой вот цанговый патрон. Это я его обрезал уже специально под свой фрезер. Замечательная вещь. Очень точная. При том, что соотношение цены и качества рядом не стоят. Вот такой один шпиндель стоил в районе 10 долларов. А комплект цанг стоил в районе 17 долларов. Далее, чем я зажимаю детали. Тоже посчастливилось мне однажды купить вот такие вот четыре вот такие вот режима. Они маленькие, они настраиваемые. То есть их можно двигать туда-сюда, продолговатое отверстие. Также использую вот такие вот лесенки. Это взял из своего комплекта зажимов для фрезерного станка. Сегодня мы будем выпиливать одну из деталей, которую я использовал в проекте, о котором я сниму видео чуть позже. Итак, подготовил я наше рабочее место. Что у меня есть из заготовок? У меня есть одна вот такая вот длинная полоса и вот такая вот маленькая. Мне нужно одну из полосок сделать подложкой. Будет такой небольшой бутербродик. Толщина этого оргстекла 9,5 миллиметров в программе. Я задал, кажется, 10 миллиметров, то есть немножко она все-таки пройдет. Мы будем вырезать вот на этой вот большой пластине. Это была основная заготовка для тех работ, которые я выполнял. В конечном итоге у меня получалась целая обойма с готовыми деталями, которые были здесь на поддержках. Ну что ж, поехали. Как я ищу ноль? Как всегда у всех это делается вот так вот по бумажке. В матче нажимаем Tab, Jog Rate и устанавливаем где-то на 10%. Вот мы начинаем двигать. И вот оно зацепилось. И я думаю, что вот это будет уже нашим нулем. Отлично. Далее мы открываем наш G-код. Будем мы делать сегодня вот эту деталь. Двигаемся по краям, смотрим, не вылазит ли у нас фреза за край. Едем сюда, посмотрим. И здесь, и здесь тоже все замечательно. Отправляем в ноль. И я думаю, что мы можем начинать. Отлично.